Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться рецептом самых сочных и вкусных котлет по моему любимому рецепту. Вкус у котлет получается просто невероятный, они реально самые нежные, обязательно приготовьте их и попробуйте. Итак, приступаем. Лук нарежем мелким кубиком. На разогретую сковороду наливаем немного рассеянного масла. Лук обжариваем на среднем огне 2-3 минуты. Добавляем 30 грамм сливочного масла, это придаст котлетам мягкость и сочность. Обжариваем буквально 1 минуту и даем луку немного остыть. Берем 4 кусочка хлеба и заливаем 100 миллилитрами кефира. Даем хлебу немного размокнуть. Далее берем мясо. У меня сегодня свинина. Вес свинины 700 грамм. Режем на кусочки. Берем мясорубку. У меня сегодня вот такая мясорубка фирмы Китфорд. Хочется отметить некоторые преимущества моей мясорубки Китфорд. Это высокая мощность 1800 ватт, что обеспечивает производительность 2,3 килограмма фарша в минуту. Мясорубка имеет функцию реверса. Если жилки и мясные волокна заблокируют шнек с помощью обратного хода, можно извлечь их, не разбирая рабочую камеру. Для работы на пониженных оборотах шнека предусмотрена функция слов. В комплект входят три решетки для фарша разного диаметра от 3,5 до 7 миллиметров, которые позволяют сделать как котлеты без штексы, так и нежнейшие фрикадельки, например для детского питания. Есть насадка для колбас, если вы захотите побаловать себя домашними колбасками. В комплектации дополнительно предусмотрена еще и овощерезка с терками и насадками для шинковки. Благодаря этому можно разнообразить повседневный рацион полезными продуктами собственного приготовления. Кстати, с продукцией компании Китфорд вы можете ознакомиться по ссылке в описании под видео. Я давно пользуюсь мясорубкой Китфорд и она зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Не разу меня им подвела и я ей очень доволен. Перекручиваем мясо. Делать это одно удовольствие на мясорубке Китфорд. У меня это заняло не более трех минут. Также пропускаем через мясорубку обжаренный лук и замоченный в кефире хлеб. Не забываем про чеснок. Нам понадобится два зубчика. К фаршу добавим соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваем фарш и отбиваем, чтобы он стал более эластичным. Лепим котлеты среднего размера и панируем котлеты в муке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Обжариваем котлеты на медленном огне до золотистой корочки примерно 5 минут с каждой стороны. Чтобы удалить излишки масла, котлеты выкладываем на бумажные салфетки. Подавать можно с любым гарниром. У меня сегодня капуста. Посмотрите какая сочная котлета получилась. Очень вкусная и такая ароматная. Я всем рекомендую приготовить такие котлеты. Желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых рецептов.